Доброе утро, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Вот опять она, туманная, раннеутренняя станция Виндзор. Я такой полусонный, все-таки хотел бы вам сказать одну вещь. Ребята, серьезно, давайте подаваться на визы, потому что вы должны понимать и осознать ситуацию. Не надо выжидать. Я не говорю о том, что вы будете дистанционно учиться. Это ваше преимущество. Ваше преимущество в том, что вас никто не обманет, и это документально подтверждено. А дистанционное обучение, когда вас заставляет это делать, это обман. В данном случае, просто представьте себе, вот я весь такой хороший, умный и деловой человек. Я прихожу в офис премьера нашего штата и перед этим прихожу в офисы членов парламента и говорю, вот, пожалуйста, у меня три человека хотят ехать на визу. У трех человек есть виза, еще 10 человек у нас подтвердили свой инромент, и всего у нас 15-20 человек с офисами. И другое, я прихожу и говорю, вот у нас 200 человек с офисами, из них 100 человек с инроментом, из них 50 человек получили визы. И у нас вот такие вот условия, мы обязуемся пройти до поведения карантин, мы все-таки белые пушистые, мы можем подходить под любой рейс. Просто выбирайте от этого количества, кого вам надо, рейс на Сингапур на 17 ноября, рейс, то есть Сингапура, рейс, допустим, с Токио на 24 декабря и так далее. Все, это другой разговор. Я не могу разговаривать с сильными мера всего, а говорить, допустим, у трех человеков. Это не серьезно. А говорить о 20-30, да, это серьезно. Поэтому здесь economy of scale, как я всегда говорил, да, экономика масштаба. И поэтому, дорогие друзья, постарайтесь все-таки сделать так, чтобы у вас было много. Помогайте друг другу, безусловно, подсказывайте, воодушевляйте. Но самое главное, чтобы у нас не просто были визы и мы бесконечно ждали, когда же нам все-таки откроют границы. А чтобы у нас была та ударная сила, то количество, так сказать, 20-30 человек с визами, которые, ну, грубо говоря, собираются приехать в марте месяце. Но мы можем этих людей в любой момент отправить и до этого. То есть, если есть виза, в течение одного дня мы переделываем enrollment. И они уже могут не к марту ехать, а к октябрю 21-го года. Уже сейчас, еще до того, как план Владисберг Джеклян вошел в силу, уже сейчас люди приезжают по 500-600, ну, максимум 740 было человек в месяц по студент-related визе. То есть, по студентским визам. Поэтому въезд есть, въезд будет. И, безусловно, вот эти вот тяжбы, вот эта вот не очень хорошая ситуация с визами продлится, ну, минимум до 24-25-го года. Не надо крутить пальцами в виска, а то я могу чьи-то записи ваших популярных властителей Дум, ваших блогеров, любимцев и так далее. Могу кусочки пооставить, где они говорят о том, что чуть ли не в начале 21-го года должны были десятки тысяч приехать. Их нету, да? Ну, вот теперь привыкайте к новым реальностям. Но, дорогие друзья, въезжать можно и нужно, если организованно и если по уму. А мы люди умные. Спасибо. Спасибо.